И напоследок. Японские ученые показали восход Земли на Луне. Съемка этого явления велась с помощью двух камер с высоким разрешением, которые были размещены на космическом аппарате Кагуя. Фотографии были сделаны вперед с 2007 по 2009 год. И вот японское космическое агентство представило их общественности. Вообще, Земля, если наблюдать за ней с Луны, поднимается очень медленно. При этом ее вид изменяется. Лунным утром наша планета напоминает голубой серпик с длинными оранжевыми ножками, образующими арку. В полдень на черном небе Земля выглядит темным диском в красно-оранжевом ореоле. Это фаза новоземлия. После полудня Земля все еще продолжает восходить и превращается в молодой серпик в виде лодочки, а рожки над ним почти смыкаются. Наивысшего положения Земля достигает, поднявшись на высоту не выше 16 градусов. Серп становится половиной диска. Вечером начинается такой же медленный заход Земли. Ее освещенная часть увеличивается до полного диска. Это фаза полноземлия. Видимое движение Земли на небе Луны из месяца в месяц непрерывно меняется. Эллипсы не замыкаются, а переходят один в другой, образуя сложную спираль. Такой своеобразный восход или заход Земли в одном месте горизонта без обхода всего неба может длиться много земных суток.